привет ребята сегодня у нас на обзоре вот такой бренди гурджи 5 звезд почитал я его состав только подкрасить или сахарный колер не написано шу сахар добавлен вода ничего этого нет продавался вот таком тубусе если вот так вот его транспортировать куда-то например или в дорогу чтоб не побился очень удобно закусывать я буду сегодня одним экзотическим фруктом может многие даже не слышали что такое есть показываю вам такая штука называется зизифус это считается как китайский финик ну по-разному там описано в интернете за него очень полезный тут много витаминов минералов белки ну короче целый кладезь всего я вот попробовал но интересный вкус у него но такое как слышно он такой суховатый немножко внутри смысле как он не то что сухой его кстати сушат есть и сушеные они еще полезнее и хранятся долго и получается он такой хрустит немного как на яблоко похож как сухое такое хрустящее но не сочное сильное яблоко такой хрустящие но не сочное ну не объяснить короче это вам надо попробовать тогда только поймете и кстати у него интересный аромат такой я же говорю даже какая-то яблочность такая деток проскакивает но вот интересно будет им закусить я попробую просто зизифусом закусывать бренди еще наверно не пробовали но может быть и пробовали но это будет интересно вот что я хотел сказать по поводу закуски а за зизифус сказал и шоколад черный и миндаль орешек как всегда тоже это хорошая штука сейчас попробуем что этот бренди из себя представляет зимский я когда-то давно гурджи пробовал не помню даже я не смог не просматриваю свои видео в ютубе но давнешние может быть и есть а может скорее всего нема но очень мне она понравилась тогда это было сколько-то лет назад и не пару лет даже на больше и такой у него был интересный аромат такой и орех там прослушивался но в аромате проскакивал и по интересный букет был ну что я могу сказать по началу пробка не пробка а ну компаунт такой резиновая смесь такая резина пластиковая что-то сейчас вот это модно многие поводили концерны заводы такие пробочки попробуем сейчас на аромат сзади этикетка написано произведено в грузии грузия м кори короче в грузии произведено продается у нас сейчас посмотрим на ножки как стекают ну пять лет понятно это так но ножки как таковых она сплошным от час начали только стекать сначала сплошное было но так потихоньку но не сильно густые такие они каскадом идут они сплошной длинной ножка интересно ну понятно коньяк это не 7 не 8 лет выдержки кстати есть и 7 и 8 вроде эти гурджи на аромат что я скажу совсем легко и просто нету тяжелых вкусов точнее таких каких-то вяжущих ароматных ваниль молочный шоколад даже не черный запах не сильно насыщенный не знаю может просто он натуральный сейчас бренди или коньяк грубо говоря не такой уже как мы привыкли на современных фирменных ароматизаторах так сказать ну тут я же говорю написано в дубовых бочках выдержанный не разбавленный ничего кроме красителя но у красителя сахарного коля ну да на аромат он такой простой вообще простой такое кому вот кстати не нравятся такие тона коньячные жесткие я знаю таких людей что есть многих сильный запах такой танина вот это коньячных но отворачивает мной мод есть такие люди есть я знаю это что они даже не любят бренди и коньяк за счет от этого аромата сильного здесь он такой посредственный можно сказать ну на аромат такого букета тут даже и искать нечего какого-то такой я же говорю молочный шоколад ваниль дерево даже я как-то не слышу бочки можно вкус будет что-то откроется сейчас еще попробуем на ароматику такой легенький 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 попробуем слышно спирт и ему надо дышать по-любому желательно это не говорю если у вас есть время если вы купили не в компании вы в которой открыли и распивайте сразу то он будет жестковат грузинские кстати коньяки я замечал самые суд этих регионов нашей стороны это части европы вот получается наши украинские они как мягкие грубо говоря армянские тоже мягкие со своей ароматикой грузинские они более жестче и более спиртуозные я вот замечал да ему надо дышать начали вот я по поколотил его насытил кислородом вышли сивушные ароматы и вот на вкус я вам уже скажу деревяшка слышно дерево начало открываться дерево что интересно на аромате куда живут он такой нет а мне сильный по аромату а вот когда пьешь его он тогда начинает открываться дерево орех чуть-чуть вот да я эти вкусы вспоминаю давно я его пил не помню сколько звезд он был сколько лет выдержки шоколад и вот на вкус когда уже пьешь шоколад такой с молочного начинает черный переходить постепенно он более рубит спирт добавляет дерево вот это и жесткости как-то не на вкус но такой как вам сказать ароматика сдержанная но она есть она есть и она откроется больше когда он постоит и подышит даже если фужер налить но попробуем закусить визифусом слышите как он даже хрустит типа на яблоко вот похож внутри яблоко не объяснить сладкий такой с яблочными нотами аромат косточка внутри как финир типа только не высушены вообще прикольная штука и кстати под закуску даже коньяка этот фрукт сизифус действительно подходит он не перенасыщен влагой он такой хрустящий хотел бывает даже яблоком закусывать бренди можно это как говорится что такое практикуется именно шуб при дегустации и яблоко но это намного интересней очень интересно это знакомые дали попробовать класс кстати в продаже вам вроде говорили около 300 гривен килограмм стоит прикольно класс под закуску он идет класс если еще было бренди такое какой-то ароматное такое классно вообще класс вот закуска и хорошие бренди вот этот фрукт сизифус ничем не хуже миндаля хоть это орех это не орех ну или финика даже возьмем сушеного кстати финики чтоб вы знали тоже они на них наносится вот это шум все финики у нас продаются на них при транспортировке наносится определенное покрытие чтоб они не портились и она очень вредная для организма вот эта пленка шу покрывает финик них желательно даже в горячей такой воде умеренной не кипятке горячей хорошо промывать вот это смывать потому что это очень вредное покрытие вот сейчас я уже слышу кофе и орех что я вам говорил надо было просто ему подышать короче говоря спирты забивают все ароматы всю ароматику резкие вот эти грузинские спирты бренди все грузинское но такое острая начала открываться ароматика орех вспоминаю я этот бренди как я пробовал и он мне кстати тогда понравился тем более за это время естественно лучше ничего не становится только хуже скорее всего было он еще лучше в то время до орех дерево шоколад и он уже стал мягче спирты вышли вот это уже более больше что-то понятно о этом бренде есть тут аромат интересный аромат просто он не такой не насыщенный как сказать и не токсичный просто такой шу бьет прям в рецепторы да хорошо было если налить и так и она подышала постояла лучше я хотел сказать вот такое бренди чтоб вы имели ввиду вот она гуд g5 звезд вполне нормально но надо дать подышать все всем счастливо это было это было это было это было это было это было Продолжение следует...